Тревога и страх за свое будущее у пенсионера Леонида Нефедова остались в прошлом. Сейчас он распаковывает вещи, расставляет предметы интерьера обратно, на привычные места. Признается, не ожидал, что ремонт в его квартире закончат в срок. Без малого полгода химчанин жил на съемной квартире за счет администрации округа. Если бы я остался в этой ситуации без помощи, конечно, на старости лет бомжевать – незавидная доля. А так, в общем, нам помогли и поддержали, поэтому нужно сказать, что это очень хорошая была помощь. Во время взрыва Владимир Нефедов был дома. От ударной волны лопнули трубы отопления. Квартиру залило кипятком, пострадала мебель, полы вздулись. Дом пенсионер покидал в спешке, взяв с собой лишь документы. Сегодня от разрушений не осталось и следа. Стены покрашены, полы, межкомнатные двери и окна заменены. Привыкать к новому ремонту не пришлось, говорит Владимир Нефедов. Все сделано как надо. Начинает новую жизнь. Начинается обустройство. Вот. Ну, я надеюсь, что дальше будет все хорошо. Новую главу жизни открыла и Нина Гриза. Пенсионерка проводит экскурсию по жилплощади, которая также полностью сменила свой облик. Все очень качественно, красиво. Двери, безусловно, какие шикарные. Белые двери сейчас очень в тренде. Вообще, хочу сказать, дизайн прекрасный. Все сочетается. Квартира Нины Гризы пострадала еще сильнее. Жилье также залило кипятком. Окна выбило взрывной волной. Вот балкон, обратите внимание. Подсветка, окна новые совершенно. Лоджии, дисципленные. Все сделано в стиле, в едином стиле, хочу сказать. Взрыв бытового газа на «Зеленый-16» произошел 19 марта. Несколько квартир были практически полностью разрушены. Восстановительные работы заняли меньше полугода. Помимо ремонтных работ в квартирах, строители усилили несущие конструкции, установили новые перекрытия с шестой по девятый этаж, заменили лифт и все коммуникации, в том числе газовое оборудование. На прямой связи с губернатором Московской области глава химик Дмитрий Волошин рассказал о завершении работы. Добрый день, дорогие жители. В общем-то, мы хотели убедиться, что после той трагедии удалось все это восстановить. Есть ли какие-то замечания к нам? Добрый день, уважаемый Андрей Юрьевич, уважаемые коллеги. Да, действительно, мы сегодня не просто готовы к заезду, а из 13 квартир, которые мы перевозили для того, чтобы сделать ремонт, 12 квартир уже в настоящий момент завезли вещи. И сегодня заезжает 13-я квартира. Всего наказов от жителей по этой теме нам поступило 260 просьб. Из этих 260, Андрей Юрьевич, 252, 253 мы удовлетворили. С остальными мы сейчас работаем. Поэтому я думаю, что, в первую очередь, я хочу вам сказать слова благодарности. Без вашей помощи мы бы, конечно, за такой короткий период, и те деньги, которые выделили, также нам бы очень сильно помогли. Мы бы не справились. Свою оценку проведенной работе дали и сами жильцы. Квартира отремонтирована, да, действительно, мы готовы уехать. Это чистая правда, и мой ребенок пойдет в первый класс, именно 1 сентября из нашей отремонтированной квартиры. Так что моя большая благодарность и Дмитрию Владимировичу лично, и администрации города Химки. И я думаю, что люди всегда шли нам навстречу. Всего в доме пострадали жильцы 42-х квартир. Помимо восстановления жилья, химчане также получили денежные компенсации.